Январь 2020 года останется в памяти не только как один из самых тёплых месяцев за всю историю наблюдений. По-своему, его запомнят бойцы Десногорского отряда за родину, которые уже на третий день после Нового года исследовали окрестности села Строина Ельнинского района. Там, в далёком 41-м году, Красная Армия противостояла яростному наступлению врага. Наши солдаты не ушли и ценой своей жизни не пустили врага. И какое-то время на этом месте стоял фронт и шли ожесточённые бои. Кровавым итогом для обеих враждующих сторон стали павшие солдаты. На останки одного из них и наткнулся щуп бойцов поискового отряда. Кроме нескольких элементов скелета и экипировки, их ожидало и другое открытие. Мы нашли солдатский медальон. И время не пощадило личных вещей солдата. Ничего не сохранилось, но медальон он принёс имя. Максимов Андрей Андреевич, уроженец Орловской области. Когда-то отправился на фронт, но домой так и не вернулся. Уже скоро выяснится, на родине его помнят и до сих пор ждут. И 1 февраля в Десногорском историко-краеведческом музее останки бойца были переданы делегации из города Орла. На сегодняшний день организованы все процедуры передачи. Сегодня мы принимаем останки бойца. 13 февраля он будет упокоен на родной земле, в центре села, фактически на той площади, с которой он уходил. То есть вернётся он, завершив полностью весь свой путь. Это не первая совместная работа отрядов из Десногорска и Орла. За два года сотрудничества со Смоленской земли было поднято и возвращено в Орловскую область трое погибших советских солдат. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ